МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем об опасных манёврах на дороге общего пользования. Ручник дёргал. Экстремальное вождение, это называется, похоже. Столкнувшийся в центре города автомобиль и выбросил на тротуар. Спецуслуга в тарифном плане. Компенсация должна была прийти на мою карту. Они спросили номер карты. В Казани зафиксирован новый вид мошенничества. И посигнулся на святое. Очутил шкона. Задержан подозреваемый в кражах из церквей. Это и не только. Прямо сейчас. Ехали в одном направлении, пока не столкнулись на перекрёстке. На пересечении улиц Габдулутука и Таташстан Hyundai Solaris ударил ладу «Приора». Шофёр отечественной легковушки, по признанию водителей, решил повернуть направо, чем застал врасплох второго участника аварии. Подробности в материале Рамиля Шайдулина. Не знаю, я его вообще не видел. Сзади как-то удар случился. Как случилась авария, водитель «Приоры» в деталях рассказать не смог. Отметил, что на перекрёстке он начал поворот направо, пока в бок его автомобиля не ударил Hyundai Solaris. До пересечения траектории иномарка двигалась с ним в одном направлении по улице Татарстан. Её водитель заявил, что ехал по среднему ряду. По его словам, в какой-то момент лада с крайнего левого ряда начала манёвр, не убедившись в его безопасности. Ручник дёргал. Экстремальное вождение это называется, похоже. Ручник дёргал. И вот направо уходил. После удара ладу отбросило на пешеходный переход. Но, к счастью, для водителей в этот момент там никого не было. Водители в аварии также не пострадали. Есть свидетель. Они что говорят? Они говорят, что я прав. Оба участника ДТП не спешили признавать свою вину. Если шофёр отечественной машины ссылался на свидетелей, то второй участник аварии возложил надежду на камеру видеонаблюдения, охватывающую весь перекрёсток. Рамиль Шайдулин, Аэра Однозипов, Азат Самигулин. Вызов 112. А одной из причин аварии в Щербаковском переулке, по мнению водителей, стала скользкая дорога. Там столкнулись Volkswagen Jetta и Toyota Land Cruiser Prado. По версии владельца последней, всё произошло по вине водителя немецкой иномарки. Toyota двигалась в сторону улицы Тихомирного, пока на её полосе не оказался Volkswagen, ехавший навстречу. По предварительной версии, седан занесло и развернуло на скользкой дороге. В результате столкновения никто не пострадал. Чего не скажешь об автомобилях. У Volkswagen разрушена задняя часть, а внедорожнику досталось как частично спереди, так и сбоку. Оба автомобиля не могли продолжить движение своим ходом. В набережных Челнах поздно ночью во дворе дома по проспекту Сюембике до тла сгорела иномарка. Очевидцы сообщают, что огонь повредил и припаркованную рядом Шкоду. Предварительная причина возгорания Hyundai – неисправность узлов и механизмов транспорта у корейской иномарки. Пострадавших при пожаре нет. Грузоперевозка пассажира. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа парней заталкивает человека в багажник. Происходит всё якобы в Челнах в посёлке Гэс. Очевидцы довольно весело комментируют происходящее, но номер машины они всё же сообщили полиции. Это 90-й, наверное, Челны. В Автограде был объявлен план перехвата. И вскоре автомобиль был задержан. Но, как оказалось, ничего криминального не было. Друзья просто решили подвезти своего товарища, который был слишком пьян. Боясь запачкать салон авто, они погрузили его в багажник. Отрезвевший молодой человек претензий к ним не имеет. Но водителю теперь, возможно, грозит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров. В Нижнекамске в одной из квартир по улице Юности вспыхнул огонь из-за забытой на плите посуды с водой. Пожарных вызвали соседи. Едкий запах дыма распространился по всему подъезду. Но с возгоранием справились вовремя подоспевшие дети 90-летней хозяйки квартиры. Они проживают вместе с пенсионеркой. Пожар произошёл как раз в тот момент, когда они ненадолго отлучились из квартиры. В результате никто не пострадал. Не считая натяжного потолка на кухне, он оплавился и упал. В Казани полицейские зафиксировали новый вид мошенничества. Пострадавшая, как и многие ранее, лишилась средств со своей банковской карты. Но повод, благодаря которому женщина предоставила личные данные, до этого полицейским не встречался. Её убедили, что можно получить компенсацию за услуги связи в связи с новой функцией в тарифном плане. Звонившего ищут. Уже установлено, что номер телефона зарегистрирован в Приморском крае. Динара Камалова о деталях обмана. И на что надо обратить внимание, чтобы не попасть на удочку мошенников. Прежде чем им довериться, я сначала позвонила своему сотовому оператору и спросила. Позвонили. Голос в трубке представился работником её сотовой компании. Похвалил за своевременную оплату, а дальше рассказал о новой функции в тарифном плане. И благодаря ей клиентка может получить компенсацию за переплату представляемых услуг. Компенсация должна была прийти на мою карту. Они спросили номер карты. Скажите номер карты. Мы вашу компенсацию пересчислим на вашу карту. Номер карты женщина не дала. С официальным представителем сотовой компании связалась сама. Как оказалось, функции такой у них нет. И вот другая 50-летняя жительница Казани о бдительности забыла. Ей звонивший представился сотрудником службы безопасности телефонной компании. Предупредил о переплате за услуги связи. Предложил подключить спецуслугу. Именно с её помощью на банковскую карту женщины должны были поступить якобы излишне потраченные деньги. Потерпевшая поверила. Правда, компенсации так и не получила. Зато потеряла 16 тысяч рублей. Теперь, чтобы снять деньги с вашей карты, мошенникам достаточно знать её основной номер. Имя и фамилию обладателя карты, а также трёхзначный номер. С другой стороны, вот он. Полицейские предупреждают. Заманчивых предлогов может быть множество. Цель одна – узнать данные пластиковой карты, с помощью которых можно снять деньги со счёта. Ни в коем случае не передавать руки по сторонним лицам своей банковской карты. Ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям информацию о банковской карте, защитном коде, сроке действия. Самое действенное лекарство от мошенников – бдительность. Поэтому полицейские советуют перепроверять любую информацию и никому не давать данные своей банковской карты. Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112. Как игровой салон ни назови, суть от этого не поменяется. Убедились оперативники Управления экономической безопасности, не поверив, что реальная деятельность ряда салонов по республике – продажа бинарных опционов. Операции на мировом финансовом рынке проводятся обычно в более презентабельных условиях. И однорукий бандит, пусть и в электронной форме, к ним отношения, как правило, не имеет. Альбина Минебаева о масках незаконного игорного бизнеса. То, что к бинарным опционам эти картинки и цифры отношения не имеют, ясно всем. Но именно финансовыми операциями на мировом рынке, как установили следователи, прикрывалась сеть игорных салонов, работавшая по всему Татарстану. Организаторы – двое мужчин. Одному 34 года, другому 29 и были задержаны в последний день зимы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам подразделения экономической безопасности было установлено, что деятельность игровых салонов удаленно администрировалась членами данной группы. По версии следствия, эта сеть игорных салонов работала с 2016 года. Для придания легальности бизнеса салоны действовали под видом продажи бинарных опционов, связанных с различными финансовыми операциями на мировом рынке. При этом использовались различные прикрытия, в том числе фирм от надневок. В результате проведенных мероприятий оперативникам подразделения экономической безопасности изъято более 40 единиц игрового оборудования, 13 сим-карт, 7 банковских карт, 5 печатей фирм от надневок, черновые записи с отчетами. Задержанные свою вину признали. Сейчас следователи подсчитывают, какой доход они получили за время существования сети салонов. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Она предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Альбина Небаева, вызов 112. Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже из церквей. Объявленного в розыск после похищения иконы из храма в Дербышках, 48-летнего мужчину стражи порядка обнаружили в Чебоксарах. Во время обыска в съемной квартире у него нашли похищенную икону. Сам задержанный свою вину не отрицал и рассказал словатому Хумадулину о причинах своего поступка. По версии полицейских, первую свою кражу предполагаемый злоумышленник совершил в ноябре минувшего года. Находясь внутри церкви на улице Большая Красная в Казани, он похитил деревянный ящик, предназначенный для сбора пожертвований от прихожан. Сумма ущерба 5000 рублей. Трюк с кражем повторил в День защитника Отечества. Похитив икону из храма, мужчина уехал из города. Но скрыться из поля зрения полицейских ему не удалось. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Чебоксарах. В съемной квартире мужчины при проведении обыска была обнаружена и изъята похищенная икона. В настоящее время она приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину он полностью признал. Слова Тухмадулина и Ратназипов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.